друзья привет решили долго с видео не затягивать из снять для вас новое снимать будем про этот аквариум и сделаем его максимально полезным и интересным как вы любите многим интересно что случилось с этим аквариумом и как он изменился рассказываю мне нравится периодически менять дизайн аквариума пересаживать растения менять на другие растения досаживать новую рыбку что-то менять в аквариум и потому что одна и та же картинка надоедает хочется что-то поменять если вы помните то изначально здесь был грунт дэнерли кристал квад серый и посажен химианту с куба но сейчас мы заменили этот грунт на истовский сал сайл и засадили леохарис мини на своем месте остались только буцефаландры единственно они разрослись где-то вот в 10-20 раз и постоянно цветут даже не просто цветут а постоянно в бутонах по максимуму вот все изменения которые произошли с момента запуска а это 10 месяцев грунт кубу и мог поменяли мы где-то три месяца назад удобрение сюда вносится ежедневно мы пользуемся фирмой аквариум дозировку вы увидите на экране люди все время думают что здесь нет никакой рыбы но из живности здесь микроразбора электромикрон боция кроциатус креветки аманки креветки зеленые улитки короче здесь очень много всех но они не сильно заметны таким вообще-то задумывалась что это лес и маленькие репешки как птицы про оборудование подробно про систему co2 я рассказывала в первом видео там как настроить как установить и зачем она нужна про фильтр фильтр здесь оазы фильтр smart thermo 200 для этого объема то что надо я знаю что я его взяла с запасом но так надо почему такой большой запасе взяла чем больше сам фильтр чем больше объем фильтра тем больше нитрифицирующих бактерий в нем заселяется и тем лучше для аквариума и нету избытка питательных веществ и поэтому меньше водорослей просвет изначально здесь был фитильник чехирос rgb сейчас мы его заменили на чехирос в rgb2 он намного интереснее цвет растений более яркий насыщенный особенно это сказывается на пацифаландрах они более фиолетовые и цветут хорошо им нравится и мне тоже и он кстати мне больше подходит по дизайну моей стойке черный черный подложка черная красивая какая проблема есть в этом аквариуме это бактериальная пленка на поверхности воды она особо ни на что не влияет не влияет ни на рыбок не на живность не на растения просто некрасиво так как избавиться от этой бактериальной пленки сначала наверное я вам расскажу что такое лилипайпы лилипайпы это стеклянные перегибы которые подключаются внешнему фильтру смотрите бывают вот такие как у меня а бывают еще вот такой формы тоже очень красивые это трубка выхода из фильтра а это заборник лилипайпы нужны не только для перемешивания воды а еще нужны для красоты когда аквариум вот такой открытый красивый поставишь лилипайпы и они незаметны в воде они не занимают место но если у вас аквариум с крышкой то подойдут штатные пластиковые перегибы так как избавиться от этой бактериальной пленки есть такая штука называется скиммер она состоит из двух частей это час подключается к фильтру а это работает как поплавок и собирает всю пленку она обычно идет в стиле лилипайпов тоже стеклянная такая красивая чтобы в аквариуме не было заметно в скиммере внизу заборник есть еще вот такая маленькая штучка с помощью которой регулируется засасывать будет больше снизу или сверху если снизу перекрываем она засасывает больше сверху и будет больше пленки засасывать но она может так засасывать что и воздух тоже пойдет фильтр это уже плохо потому что воздух фильтре не очень хорошо поэтому можно регулировать так чтоб и сверху хорошо и снизу около поплавка собирается очень много бактериальной пленки эту пленку обожают креветки и иногда из-за этого их засасывает вовнутрь и они попадают в фильтр чтобы это не происходило у меня есть такая губка которую я засовываю в трубку теперь креветки точно не попадут не но придется чистить эту губку периодически многие спрашивают как одеть и снять или пайпа одеть плод просто засовываете в горячую воду и легко он одевается снять посложнее чтобы снять нужно вот снизу под ли пайпом сжать шланг сильно и вот такими вот движениями вверх вниз вверх вниз и все снялось лили пайпы и скеймеры чистятся вот таким вот ёршиком но сначала нужно кинуть их в раствор белизны там немножко полежало и ёршиком дочищаете можно просто ёршиком если белизны нет но чуть-чуть сложнее будет только после белизны не забудьте промыть хорошо под проточной водой а еще можете помыть в воде с кондиционером антитоксин вита или антитоксин калий мне очень нравится открытый аквариум но многие боятся из-за того что у многих людей есть кот или дети и кто-то может попасть как-то в аквариум кот может рыбку ловить или пить с аквариума и поэтому у нас сейчас появились покрывные стекла чтобы установить покрывное стекло нужны вот такие держатели сейчас их установим и можно устанавливать само покрывное стекло покрывное стекло специально сделано чуть меньше чтобы можно было установить лили пайпы и скиммер а а а Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, а вам хорошего настроения? Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на наш сайт Маша Блю Мру. Покупайте у нас, мы стараемся для вас!